здравствуйте дорогие друзья сегодня я предлагаю вам сделать елочные игрушки потому что новый год у нас не за горами и предлагаю я вам сделать гнома а делать мы его будем из папье-маше это масса папье-маше ее состав я оставлю в описании к мастер-классу ну и так приступим значит нам понадобится масса папье-маше нам понадобится фольга краски ну и всякие всякие сопутствующие вода клей можно какой-нибудь обычный ножичек просто пластмассовый если у вас есть стики можете пользоваться стиками и так с чего мы начнем нам нужно сделать каркас для нашего гномика значит мы будем отрывать фольгу скатывать вот такие вот вот шариком скатывать сильно моего сминать очень сильно не будем нам главное чтобы это была основа один другую закат Вот такой вот шарик у нас должен быть такого диаметра какого вы сами хотите сделать гномика то есть вот насколько он будет большой настолько большим будет ваш гномик ну вот я думаю нам этого будет достаточно этого будет достаточно это мы отложим сторонку теперь берем нашу массу отрываем и для того чтобы она сильно к рукам не прилипала можно либо смазать глицерином руки либо вот еще есть кукурузная мука можно кукурузной муки чуть-чуть обвалите обвалять теперь нам нужно массой папье-маше вот так вот мы сейчас будем это все обворачивать не должна быть слишком толстый потому что папье-маше должно сохнуть достаточно продолжительное время от суток до иногда недели если это целиковые детальки без основы то они не только суток вот таким образом сейчас мы все это выровняем выравниваем смотрим чтобы наш будущий гномик был устойчивым вот а для того чтобы выровнять немножечко поверхность просто возьмем кисточку водичку ножка обмакнем и вот так вот чтобы у нас была более ровная поверхность теперь мы сделаем ножки просто берем чуть-чуть стороночку пока его чтоб он нас не прилипал к столу немножко делаем вот такие вот шарики и сделаем ножки шарик скатали теперь чуть-чуть делаем овальным и для того чтобы у нас все лучше держалась мы с вами возьмем зубочистку разделим ее напополам и сделаем таким образом проткнем так делаем вот так даже можем в клей немножечко окунуть в клей это клей пва у нас чтобы она склеилась и делаем вторую ножку опять скатываем шарик чуть маловато так дальше что у нас у гномика самое важное мы возьмем желательно картонку я взяла два листочка делаем вот такой вот колпачок чем больше у нас длиннее будет колпачок тем красивее будет наш гномик так теперь возьмем клей клей пва и скручиваем приклеиваем лишнее отрезаем лишнее отрезаем лишнее мы отрезаем сейчас примере так и теперь мы это тоже будем так и теперь мы будем чтобы нам было удобно работать мы и не была она слишком липкая к рукам можем пользоваться кукурузным крахмалом не будем делать слишком толстым просто можно можно просто водичкой смачивать и приклеивать прилеплять стыки мы все соединены также можно мочить пальцы в воде тогда соединение будет почти не видно а и 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 продолжаем наращивать кулпачок итак мы должны его облепить со всех со всех сторон и одеть нашего гномика так я даже думаю что здесь тоже надо будет для лучшего для лучшей сцепки нам нужно будет сделать вот так вот какой у нас получается гном у нас получился пока что пока сырой он получился довольно тяжелый поэтому мы подставим такую коробочку баночку и будем дальше продолжать лепить пить а 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 Потом мы еще выровняем, когда уже закончим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко сваливаем ее... И скатываем вот такую вот колбаску. Такую колбаску сейчас скатаем. А теперь мы будем ее обрамить сейчас наш колпачок. Продолжение следует... Если детальки не соединяются... Водичкой можно подмазать... Продолжение следует... Так... А теперь... Мы должны сделать носик нашему гномику. Скатываем шарик... Вот такой вот носик... И... И... Он у нас будет выглядывать нос. И... 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 В таком виде... Мы... Оставляем его сушиться. Отправляем его на просушку. Когда мы просушим... Мы начнем... Разукрашивать нашего гнома. Итак... Наш гномик просох. После просушки... Мы начинаем его разукрашивать. Да... Забыла сказать, что... Наверху мы можем сделать петелечку. То есть... Он может стоять на столе. Может висеть на елке. Как вам больше нравится. Если вы хотите, чтобы он висел на елке... Значит... Когда мы будем делать... Тут можно сделать петелечку. В принципе, ее и потом можно приделать. А теперь нам нужна вода. Нам нужны краски. Я буду пользоваться акриловыми красками. Вы можете любыми красками пользоваться. И начинаем разукрашивать. Разукрашивать любой цвет можно. Кто какой... Кому какой больше нравится. Но в основном колпачок у гномика... Как правило, красного цвета. Поэтому... Символизирует Новый год красный цвет. Поэтому мы будем его разукрашивать красным. А для начала... Сейчас, чтобы... Колпачок у нас большой. Мы сначала разукрасим ему... Мордочку. Мордочку. И мордочка у нас будет... Личико у нас будет... Не личико, а туловище. Туловище у нас будет... Серенького цвета. Чтобы сделать серый цвет, нам понадобится черный и белый. Поваривай. Ставьте лайки. Ставьте лайки. берем кисточку смешиваем черное с белым и вот такой у нас серенький цвет получится берем и красим туловище вокруг носика обходим краски совсем немного понадобится да да Продолжение следует... Вот такой у нас серый цвет получился. Теперь покрасим носик. Носик мы сделаем, наверное, бежевеньким. Тоже слегка белым разбавим его. Вот такой у нас будет носик. Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь возьмем кисточку потолще и будем красить наш колпачок. Выдавливаем красный цвет. Краску надо закрывать, чтобы она не засохла. Смачиваем и закрашиваем. Продолжение следует... 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 Подправим некоторые места. Пока он у нас немножко подсыхает, я предлагаю сделать ему какое-нибудь, допустим, сердечко вот сюда на шапочку. Какое-то украшение можем сделать. Тоже берем кусочек папье-машен. Массу. Катаем просто обычный шарик. Обычный шарик. И сделаем сердечко. Мы сделаем вот такую вот лепешечку. Такую просто лепешечку. И вырежем сердечко. Может быть еще что-то вырежем. Сейчас посмотрим. Теперь берем ножичек. Или у кого, если есть какие-то подручные инструменты. И вырезаем сердечко. Ну и если есть у кого-нибудь какие-то заготовки, можно уже готовые варианты приклеить. Может быть, можно бантик какой-то ему приклеить. Я думаю, что любой вариант подойдет. Так, формируем. Чтобы оно у нас было ровненьким. Ну, оно может быть и неровным. Ну, я имею в виду гладеньким. Чтобы оно было гладенькое. И симпатичное. Это же гномик. Так. Так, а теперь я его все-таки клеем ПВА смажу. Потому что у нас уже краска. Смажу клеем ПВА. Вот так у нас сердечко будет. Вот так. И его мы тоже разукрасим. Пусть оно у нас тоже будет сереньким. Смена. Смена. Пусть. Спасибо. Так, сделаем клеточку. Ну, вот мы разукрасили нашего гномика. Такой вот он нарядный получился, с сердечком. Но мне кажется, ему не хватает ни бороды. Давайте предлагаю ему наклеить бороду просто из обычного диска. Сейчас мы сделаем вот так. Вот так. И так вырежем ему подносик. Так, примерим. Длинная борода получилась. Давайте мы сделаем покороче ему бородку и поуже. Вот так. Вот так сразу подносиком и вырежем. Примерим. Отлично. Берем клей ПВА. Намазываем. Намазываем на краешек. Вот так. И намажем подносиком. Вот так. Вот так. И приклеим. А теперь порежем. Вот так. Вот такая вот у нас будет борода. Затем нам нужно будет все это краску всю просушить. И все. И все. Наш новогодний гномик будет готов. И можно будет как-то бородочку тоже распушить немножечко. Все. Все.